Плита стояла, стол умываться, стиральная машинка, холодильник. Холодильник тоже сгорел, а стиральную машинку дочь мне брала в кредит, я не знаю, как вот этим быть. Галина Большанова не оправилась от шока. За несколько минут ее большая семья осталась без крыши над головой. Когда случился пожар, дома была только дочь Елена с новорожденным сыном, пяти дней от роду. Еще один внук на момент ЧП был вместе с бабушкой. Она на запах вышла, а уже говорит, все, это горит, она схватила его в люльку и бежать. И вот к соседям. Ничего не успели, даже ни распашонки, ни пеленки, вообще ничего. И мы тоже на работе с сыном были, у меня еще сын и дочь. Вот на работе были, и вот в чем ушли на работу, на службу, потом пришли, все. Двухэтажный дом Большановы строили сами почти 20 лет. Планировали еще в посадке, причем обложить и застраховать. Не успели. Предварительная причина пожара – короткое замыкание. По словам соседей, столб с проводами, который стоял во дворе дома, в тот день искрился, как новогодняя елка. Провода искрились, потому что у нас девчонки шли вот там по улице, они видели. Ну замерзли, говорит, мы замерзли, зашли домой. Ну раз вы видите, что искрилось, можно было бы вызвать пожарных, правильно? Ну никто не почесался. Погорельцев приютили в общежитии госуниверситета. Елена Большанова с двумя маленькими сыновьями в социальном приюте «Ровесник». Там она сможет жить целый год. Девушки выдают сухой паек и детское питание. Администрация Октябрьского района подыскивает семье временное жилье в маневренном фонде. Елена, как мать-одиночка, сможет рассчитывать на льготы. Она будет признана нуждающейся в жилье и будет поставлена на очередь. Это шанс есть, да, там будет рассмотрено еще с департаментом соцзащиты. Она получила мацеринский капитал. То есть в одну копилку сложим все документы, все ее права и попробуем помочь ей. Старшему внуку Галины Большановой Леве скоро год. День рождения он, скорее всего, встретит с мамой в социальном приюте. Бабушка рассказывает, малыш плохо перенес случившееся. Ребенок заболел лакунарной ангиной с высокой температурой. Вещи складывать Большанову некуда, а вот подгузники и детское питание малышам необходимы. Все, кто хочет помочь семье Погорельцев, могут обратиться в редакцию нашей телекомпании. Ольга Морозова, Константин Головин, Григорий Пешаков. События.